Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Абонент Доступен, в студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу с нами сегодня актер Иван Ахлобыстин, здравствуйте Здравствуйте Актер и или актер или, вот как бы вы сами могли себя назвать, кстати Актер и Актер и, а далее многоточие Кем вы себя считаете, Иван? Я не знаю, честно говоря, я формировался как личность в Лондке 90, а это был своего рода Ренессанс Его напрасно демонизируют Появлялось многое хорошего Тогда же вот эти тектонические сдвиги И волей-неволей Все, кто оттуда вышли, они как Харманные ножи, господи, которые любят туристов С многими лезвиями Мы все одновременно Мы люди Ренессанса Но вы человек 90, да? Вы себя считаете человеком 90? Вы знаете, нет Любая фиксация на каком-то времени Это не очень здоровое явление Я современный человек Воле-неволе я подстраиваюсь Под эпоху Мне комфортно, кстати, она Она немного скучновата для меня Но прекрасно Надеемся на ближайшие какие-нибудь изменения Вот сейчас много говорят о ностальгии, о ностальгических чувствах К советскому периоду, к брежневскому периоду, к 90-м годам Вот вам вообще свойственно чувство ностальгии? У вас есть ностальгия по какому-то времени? Ну, в границах здравого смысла Я не знаю Я купил себе брелок Если сейчас я найду многочисленных в своих карманах Этих шорты Тарштайна С гербом советским На Мосфильме мы были на озвучке И я с удовольствием купил красивый Ну, не буду сейчас сказать А реповатый брелок Чтобы не терять домашний ключ Потом мне нравятся Какие-нибудь, я не знаю Клубные вечеринки, рожденные в СССР Это прекрасно Но если это, конечно, не связано С эстрадой Эстрадой того периода Я не романтизирую ее Ну, если не считать там Анна Герман Там великих каких-то Либо было тогда же Было как Либо шедевр, гений Либо очень плохо А сейчас такой золотой серий Да, Иван Ахлобыстин с нами На прямой связи Телефоны прямого эфира Неизменно 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Ждем ваших звонков Также задавайте вопросы Да, у нас есть звонок Примей его Здравствуйте Слушаем вас Константин Да, Константин Да, я хотел, конечно, Ивану напрямую Задать вопрос Как раз сейчас он нам перезванивает В процессе И мы Вы сможете с ним Ну, да Я хотел спросить О сериале Ростов Он сыграл Фантастического В злодея Но где-то Всего на 3-4 серии Его потом убили Не жалко ли ему было Расстаться с этой ролью И как он себя чувствовал В роли такого злодея Которого он там Сыграл Это один момент И второй момент Хотел передать Вашему Депутатисту В студии Звукорежиссера Что у меня ресурс телефонов И сим-карты Не ограничен Что мне надо заниматься Ерундой Спасибо Не понял, что иметь Да, не поняли реплику в конце Ну вот сейчас Снова Иван с нами на связи Простите, что я Вынужден сейчас С нижней точки Это не гордыня Это Я на коленку кладу Просто телефон Да, у нас Все живьем Все по-настоящему Прямой эфир И вот мы видим Что Иван Ахлобыстр Сейчас на улице На фоне березы Кстати Мы нашли более-менее Тихое место Видите здесь Но это вот тот максимум Что можно себе позволить В современной Москве Да, Иван Ну вот наш Монстр Наш радиослушатель Задал вопрос О сериале Ростов И о том Не жалеете ли вы Что так рано Вас в этом сериале Убили Меня все ругают Меня все ругают Что меня убили ран Но я же не могу Оказывать давление На продюсеров Там очень хорошая компания Это вообще Ярославские ребята А Ярославль Он такой Вот Театральный Киношный Один из Российских центров Поскольку И театральная жизнь Там Ну Живо Короче Это все Сообщество И С удовольствием Снимают они Сами Там Продюсерские Центр хороший И все известные Ну и друзья Я бы конечно Побольше Но убили Убили А что делать Зато я предложил Чтобы они Вставили туда Раз Песню Раз Ростове На данного Вы часто Спорите с режиссерами Со сценаристами Вообще Каким-то образом Влияете На процесс Или Выполняете Все беспрекословно Ну Вы знаете Нас В Абгике Учили Что хороший Актер Это тот Кто выполняет В первую очередь Задачи режиссера Если он при этом Умудряется еще Привнесли Какую-то Личностную Нотку То это Очень Хороший Артист А вот Самовыражаться Внутри Такого Довольно Синтетического Вида Искусства Это Глупо Здесь Нужна Симфония Чтобы Одновременно Работали Все Хорошо И Костюмеры И Актерский Цех И Осветители Все Вместе Вот И поэтому Я крайне Деликатно Иногда Когда Вижу Какие-то Нестыковки Диалоговые Или Вижу Что Можно Сделать Интересно Смешно Или Трагично В зависимости От Того От Фильма Я Осторожно Предлагаю Осторожно Предлагаю Ну и Если Пахабень Я терпеть Не могу Вот эти Игры Вокруг Слизистых Мне кажется Что Это Не обязательно Показывать Это Все Должно Происходить В темноте Вот И Тогда Я Спорю То есть Я не Люблю Пахабень Не люблю Мат Предположим Мне кажется Что Это Оскорбляет Художественное Произведение Хотя Иногда Вот Прям Как Подтверждая Правило Одно Слово Мата Может Заменить Целая Обзад Ну вот Вы Как-то Сказали Да Да Иван Вы как-то Сказали Что За российское Кино Обидно Потому что Часто Этой Отраслью Руководят Бесконечно Далекие От Профессиональной Работы Люди Вот С дилетантами Что Российское Что Вы Сказали Что За российское Кино Обидно Так как Часто Этой Отраслью Руководят Бесконечно Далекие От Профессии Люди Вот С дилетантами Часто Приходится Сталкиваться В кино Все равно Очень плохо Ой блин Я опять Не той рукой Взял Песовскую Машину Что Российским Кино Руководят Не профессионалы Да Именно об этом Часто Приходится С ними Сталкиваться Довольно Часто Потому что Сейчас В нынешних Финансовых Условиях Кино Можно Снять Только Если У тебя За стеной Либо Богатая Продюсерская Компания Но с Банковскими Обязательствами Уже И Зарекомендовавшая Себя Либо Телевизионный Канал Телевизионный Канал Может диктовать Свои Условия Бывают Иногда Несуразные Истории Вот Я снимаюсь В одном Фильме И Внутри Репризы Еще Какая-то Реприза Типа Анекдота Причем Он С бородой Несмешной И вот На грани Фола Я Подхожу К решеру Я говорю Зачем Нам Ломать Репризу Другой Репризой Коей Является Анекдот Он Мялся Мялся Потом Сказал Что У нас На площадке Продюсер Ему Этот Анекдот Кажется Дико Смешным То есть Вот Видите До Такой Чаще происходит Это не так Конечно Но все равно Все равно Желать Лучшего Стоит Желать Лучшего У нас Прекрасные Режиссеры Сейчас Молодые Ребята Девчата Кстати Я снимался Вот у девочки Дины В Бармене Так что Грех Жаловаться Можете ли Вы себя Назвать Комедийным Артистом Актером Наверное Нет Все таки Наверное Нет Мой Жанр Это Трагикомедия Вот Ну Даже не знаю Я какой-то Безжанровый В принципе Если нужно Что-то Смешное Сыграть То Это Можно И Главное Ничего не делать Короче Я и так Смешной Главное Быть Если люди Правильно Обустроили Сценарий То В него Входишь Как Ну Все равно Как Мелодраму И то же самое С мелодрамой И то же самое С драмой Со всеми Главное Выполнять задачи Режиссера Понимать Радиослушательница Задает вам вопрос С ником Омра Она спрашивает Стали бы вы Собственного сына Лечить Теми методами О ДЦП Которые Вы Использует Ваш персонаж В фильме Временные трудности Опять Очень плохо Я услышал вопрос Но я понимаю Что речь идет О временных трудностях Там Диковинная история Такая Вот Все Кого как-то Затрагивало Проблема ДЦП Будь то больные А вы меня Хорошо слышите? Да Мы вас слышим Хорошо А я буду Интуитивно Понимать Значит Вопрос Все Кого затронула Эта беда Всем нравится Фильм Потому что Есть нечто В нас Что Изменяется В экстремальной Ситуации А эти люди Находятся Всю жизнь В экстремальной Ситуации Поэтому Иначе У них Иной угол Зрения На проблему Те Кто Ну Вне Этого Проблематично Понимает кино И кажется Что Жестокость И все остальное Но Вы понимаете Какая ситуация Когда меня Позвали на этот Фильм Мне сказали Что Он основан На реальных Событиях И вот Тот Кто Собственно Эти реальные События С кем Произошли Он Бизнес Консультант Известный Он Наставил Что Происходило Именно Так Режиссер Воплощал Его Историю Потом Сняли Фильм Потом В Берлине Он что-то Там Получил И всем Нравился Фильм Потом Он поехал На кинотавру И всем Не понравился Фильм Сказали Жестокое Опять Путина Привлекили Бедного Что Типа Я не знаю Да С чего Надо Татуху На сиськи Делать Уже С Путиным Потому что Везде Его Привлекают Это Часть Мировой Айкумена Что такое Садистское Кино И тут Неожиданно На какой-то Пресс-конференции Кто рассказывал Под чьим Воспоминаниям Этот фильм Был сделан Он сказал Ну конечно Отец Не был таким Жестоким И все Как-то Сникли Неудобно Неудобно А потом Нас опять Где-то Похвалили В Италии Мы же Больше Ориентируемся Как На Интуристов И опять Стали хвалить Опять Вот тот же Человек Который Говорил Что это Не так Сказал Да Я вспомнил Это было Все-таки Так То есть Там Такая Интрига Мутная Интрига Но что Сделано Что Сделано Там Очень Комфортная Компания Была Прекрасная Артист Очень Хороший Режиссер Миша Расходников Да и Продюсерский Коллектив Адекватный Очень Людям Которые Вот опять Ж Как-то Вот связаны Были С этим С ДСП Вообще С этими Проблемами Нравится Они принимают Это Они дают Сердечный Допуст Даже До такого Уровня Вот Экстрима К нам Ходит Женщина И готовить По игре Детей По литературе Русский язык Литература Мы Не знали Что у нее Двое детей Двое взрослых Сыновей А один Из них ДСПшник Мы думали Один ребенок А он ее Привозит на машине Вот И Прекрасный Прекрасный Молодой Человек А второй Оказывается ДСПшник И Мы увидели Репортаж С кинотавры Где ругали нас И Оксана Даже возмутилась Моя Это Железобетонная Лебедица Стальная Стальная Лебедица А ее Эта учительница Успокоила Она говорит Вы знаете Вот Я как Мать Ребенка ДСП Точно Вам говорю Что Любая Баба У кого возникает Проблема Для своего ребенка Пойдет на любые шаги Даже если Они противоречат Здравому смыслу И в детстве Заходят За Мотивом Общепринятой Морали Да Мы сейчас Вынуждены Сделать Небольшой Перерыв На рекламу И потом Мы продолжим Актер Иван Ахлобыстин С нами На прямой связи И вы Оставайтесь с нами Микс Мы продолжаем Программу Абонент Доступен Анна Смирнова Вадим Рудеров Ивана Хлобыстин У нас сегодня На прямой связи Из Москвы Здравствуйте А это маленький Скворец Иван Здравствуйте Слышите У вас там Скворцы Меня за величественную Позу Просто у меня Здесь я покажу Лавочку И я на нее руку Кладу Чтобы Это не моя Тяга к величию Это Так получилось Наш эфир Можно будет Не только Услышать сейчас По радио Но потом еще Посмотреть в ютубе Поэтому все Что вы сейчас Показываете Тоже дойдет До зрителя Ну мы надеемся По крайней мере Да Иван Ну вот Поскольку Вы являетесь Сейчас Временно отстраненным Священником По собственному желанию В одном из интервью Вы сказали Я не раскаиваюсь В том что работаю В кино Но меня терзает То что я не служу Вот странно На твоем микрофоне Какая-то проблема Потому что я даже Интуитивно Сейчас не могу По это Угадать Что ты Что ты Сказала Я сейчас повторю Тогда Вы меня хорошо слышите Да А тебя хорошо Вот удивительно Там видимо Ну С каналами Какая-то беда Тогда я повторю Вопрос Который Анна Сейчас задала Вы являетесь Анна Анна Простите меня Я каждый пальчик Ваш целую Это я Обконфузил Вас В эфире Что Но это Не вы же виноваты А железные трубочки А девочки И не должны В этом разбираться Все Все Я готов Вопрос По договоренности Уже дальше Ну Посмотрим Я не знаю Примут ли меня Вот А так Конечно Конечно Я переживаю Это комфортный Для меня мир Я люблю мир Церкви Причем Такой Низовой Я много Ежу по стране С разными С выступлениями С концертами И Как правило Я встречаюсь В том или ином городе Обязательно С представителями Клира То есть С священниками С женами Это прекрасные ребята Ну Много молодых Мы дружим С молодой семьей Из Малорославца Это С родиной моего детства Где я у бабушки жил Им дали храм Полуразрушенный Отец Иоанн Матушка Фатини Они такие здоровские Они такие настоящие Вот А что касается Священно начали Золотых часов Все остальное Я это не осуждаю У меня у самого Есть золотые часы Плевать Я хотел на все На общепринятые стандарты Навязанные стандарты Как партикуляра Мне кажется Мне Как русскому человеку Вот честно признаюсь Может быть Дико прозвучит Но Хотелось бы Чтобы у моего патриарха Были самые лучшие Золотые Самые дорогие Унизанные бриллианты А лучше выточенные Где в цельном бриллианте Часы И чтобы он ездил На машине С золотыми колесами И вот И президент Чтобы так же было Потому что Ну они Вот все таки Лицо церкви Им это ничего Не принадлежит Этого Ну вот Если брать Патриархон Монах Скандалы Ну а как Мы люди все Мы Обязательно В нашей жизни Происходит То и дело Какой-то скандал Обязательно Мы нелепо По жабе Распластаемся Как паниковский Которого выкидывали С заседания Детей Лейтенанта Шмидта Вот То есть волей Неволей Какие-то косяки Но должны ли мы Так внимательно Следить за косяками Или нужно больше Обращать на позитивное Я за второй Потому что я сам Хоть и сам глиник Но человек позитивный Мне кажется Что нам Бог Дает Вот то Чего мы хотим Вот то Что он исполняет Желание Причем хотим Не так Как вот Декларируем А на самом деле Как хотим То что внутри нас Я знаю много людей Которым нравится Страдать Я знаю много людей Которые вот Категорически Не хотят страдать Есть Ну Можно Бесконечно продолжать Так что Я очень люблю Этот мир Он меня Стабилизировал В свое время Мерцеркви Совершенно неожиданно Я стал священником Испытывая Глубочайшее уважение Вообще К Самой возможности Священной действия Искренне надеюсь Что Бог Меня простит Потому что Я Такую Верю В любящего Бога Я прихожу В первую очередь Для того Чтобы Кому-то Сказать Спасибо А не потому Что боюсь Смерти И Со временем Вы знаете Даже страх смерти Притупляется Вот Базовые стенки Отказываются Работать Ну вот Вы говорили О том Что Когда К вам Приходили На исповедь Когда Вы были Священником И Прихожане Исповедовались Вы рассказывали О том Что Они говорили Вам о своих Грехах А вы осознавали Насколько Вы грешен Насколько Вы грешен Вот Как Исповедь Вам помогала Я вновь Интуитивно Сердечным Клапаном Понимаю Тебя Я понял О чем Что Я когда Приходили Ну Я когда Исповедовал Меня поражало Сам уровень Доверия Которые Испытывали Люди Ко мне Что доверяли Такие вещи Я восхищался Ими Я думал Что Эти люди Должны Меня Исповедовать А не я И я Старался Максимально Быть полезным Им При этом Понимая Ну Реально Осознавая Что не достоин Этого Но Мы предполагаем И Господь Располагает И в этом Неожиданном Смысле Вроде Вот такое Чудовище А вот Вот так Вот И у меня Очень хороший Контакт был С прихожанами Ну Поскольку Наверное Вот так Я к этому Отношусь То есть Вы в момент Исповеди Людей Видели Чувствовали Свой внутренний Ад Свои грехи Я не скажу Что я Константин Что в апты Я не погружался И надеюсь Этого Не произойдет Никогда Но я Трезво оценивал Свои Духовные силы И их Они Не шли Оп 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 Исчезла Да Эта штука Опять Исчезла Нет Все Нет Это кто-то Звонил Максиму Владимировичу На телефон Который Является Нашим Коммуникативным Мостом Да Я помню Как я первый раз Исповедовал Это в Ташкенте У меня был Наставник Отец Михаил Древний Старик Архимандрит И он рядом Осповедовал И когда закончилось Рождественское Богослужение Я к нему подошел У нас рядом Аналоги стоя Я говорю Ну отец Михаил Вы со стороны посмотрели Все ли я правильно делал Он говорит Все правильно Вот все вот как нужно Вот Такое Вот люди от вас Уходят освобожденными Единственное Говорит У меня к вам Не то чтобы просьба А совет Не хохотать Так оглушительно Время от времени И вслух Не говорить Фу какая гадость Ну вот Наша Наша радиослушательница Спрашивает у вас Довольно такой Может быть провокационный вопрос Как сочетается Ваша христианская вера С главным учением Главным учением Которой является Милосердие Так Вот сейчас я Поскольку мы опять Перешли на сердечный клапан Как сочетается Мое христианство С чем С убеждением В том что геев Нужно сжигать В печах Как вы однажды сказали Напрямую Дело в том Что мы же Руководствуем В духовной жизни Священным писанием И Священным преданием Ну предание Это то что Произошло потом Святые Наработки духовные А писание Это Библия А в Библии Есть ясная инструкция Что нужно делать С геями Содома Гоморра И не оглядываться Главное не оглядываться Главное Вот в нашем случае Оглядываться Это Пытаться следовать Такому Толерантности Псевдотолерантности Вы знаете В Советском Союзе Были гомосексуалисты Их знали все Их жалели Их считали Что это болезнь Они страдали Они тайно Как-то осуществляли Свою любовь Никто им Ну В Древней Римской империи Это уже было Это было всегда Эта аномалия была всегда Ее нельзя поднимать На щит Когда министр Иностранных дел Страны Вот в данном случае С Латвии Да Запрещает По причине Моей гомофобности Ну К въезду А потом на второй день Делает камин-аут Что он гомосексуалист Это Это неприлично Это неприлично Почему Даже президент Имеет право Быть гомосексуалистом Или там Кем угодно А вот Министр иностранных дел Не имеет Он просто Должен быть Голосом отчизны Голосом родины А он Поставил Автоматически Вот тот Кто меня запретил В Латвии Он поставил Неудобную ситуацию Собственно говоря Сам латвийский народ То есть он Весь народ Пидорас Получился Потому что Но министра обороны Это просто Выдержка Из общего Из массового Даже президент Может быть Может быть Депутаты могут быть Парламентарии Могут быть А вот министра обороны а министр иностранных дел запретил вам въезд вот кстати еще один вопрос связанные с обществом и церкви это екатеринбург все события которые сейчас там происходит как стать их оцениваете и следите ли за ним это очередной коммунальный бардак то есть вовремя с одной и с другой стороны ну а по горожан понять можно можно понять тех людей которым назначили полна же как церкви у нас как милиции как в армии тебе поступает ты на священник тебе поступает распоряжение сверху значит и что есть еще и спонсорская поддержка надо строить и ты никуда не денешься там священник не виноват вышестоящие апархиальное начальство должно наверное было согласовать наверно не согласовали надо было действительно опрос сделать какой-то потому что люди просто так не будут митинговать тем более в россии у нас митинговали в 1917 и навсегда вкус потеряли вот таким большим веселым не спортивным праздником мы кипишуем больно кровавые мы это знаем и поэтому у нас вот на этом паразитируют кстати все олигархические и властные структуры кто не делом занимается а наживой именно этой терпимостью способностью к терпимости русского народа а русский народ вынужден быть терпимым потому что но обязывает территория обязывает мощь вот этого всего и личный характер мы знаем что если мы пустимся во все тяжкие лучше и не надо революция лучше мы будем по-прежнему пить пиво из обрезанных молочных пакетов чем людей убивать у нас звонок сейчас радиослушатель на линии слушаем вас здравствуйте здравствуйте задавайте вопрос я бы хотел уважаемым ахлобыстик задать вопрос а не хотел бы он потягаться с путиным за президентское место на следующих вот создать фильм такой как сделал вот зеленский идеальный президент показать в виде идеального президента и посоревноваться чем-то более спасибо вам а я пересяду так затекла рука теперь я вот в таком форме величия с путином не планируете потягаться вы не будьте так любезно вопрос да наш радиослушатель спросил не планируете ли вы потягаться с владимиром путиным побороться за президентское кресло по аналогии с владимиром зеленским который снял фильм и стал президентом украины вот тоже тоже не не понял с путиным понял а если христианство не понял вопрос еще это не про христианство это вопрос не хотите стать президентом россии снять фильм идеальном президенте и стать в общем то президентом россии вместо путина как это сделал зеленский я взрослый прожженый тушинский панк я киник в древней античности это были киники а сейчас тушинские панки я трезво осознаю отдаю себе отчет что можно быть президентом и тогда нужно все и больше никем нельзя быть а у меня так много всего что я не готов от этого отказываться я не хочу быть президентом если бы но знаете как бывает опять же ты предполагаешь бог располагает я никогда не думал что я буду священником если произойдет такая ситуация что ну вот там президент для меня это будет трагедия потому что мне придется отказаться от всего то есть это по сути дела как монашеский постриг не ни с кем более того нельзя будет даже ходить какой-то близкий там дружеский контакт потому что это должна быть определенного рода от ну отстраненность демократической форме правления если бы это была монархия там больше допусков но там больше и безобразие больше неуправляемости но допуск человеческий больше поэтому я считаю себя монархистом а так не дай бог конечно не дай бог очень смешно было с тем президентом когда я на презентации слове разбойник меня один из журналистского пула ну старый знаком и в шутку спросил а тогда вот эта комедия с перестановками президента было а вы не хотите быть президентом я говорю ну я подумаю и уехал на кипр а когда приехал меня уже три телестудии репортеров трех каналов выяснилось что там посчитали 35 процентов у меня какие-то огромные были возможности и тут же со всех организаций мне только из мозг газа мне не позвонили и не сказали что не надо быть президентом уж не знаю чего они испугались так у меня совершенно нет никакого президентского опыта может они побоялись что я обращусь к специалистам но не знаю и по церковной линии ругали меня я за что я не это я даже не шутка была это ты не смог я никого вот никому это знаете бывает что привяжется какая-то история меня все время спрашивают как меня отец мой заставил сожрать учебник русского языка я не знаю откуда возникла эта история до смысле я знаю я но я думал что это шутка меня девочка журналист спросила оба отец заставлял ваши рассказывать что вот такой случай был когда вы двойку получили он заставил съесть учебник русского языка но это такой абсурдный был вопрос что и он утонул в других вопросах и после этого пошло каждый второй журналист меня стал спрашивать про этот случай если вы знали моего папу это рафинированный интеллигент воинской выправкой это был военный хирург это белая кость это правда к старости он стал достиг нирваны его ему очень нравилось вот вопех очень скромно жил очень скромно одинокий был человек к сожалению так и не удалось ему быть обрести счастье семье но всю жизнь воевал вот и он походил на дервиша как у него самый забавный случай один из забавных он вышел покупать беточки кулинарии выносили такие знаете лоточки где беточки продавались а бабушка подумал как не бабушка женщина которая продавала подумал что он нищий и беточек и там и 20 копеек он счастливый прибежал и всем рассказал об этом вот такой человек который прошел весь мир и в спад гигантское количество людей дружил сальвадором дали дружил с черкасовым у нас звонок сейчас есть еще слушаем вас говорите пожалуйста добрый день слышно владимир задавайте вопрос владимир задаю вопрос я за этим и звоню господин родионов у меня был заготовлен другой вопрос господин холбыстин я общался с ефремовым когда он здесь был и мы с ним спорили он сказал что многое из того что я говорю совпадает с тем что вы говорите но я задам вопросы сказанного вами сейчас вы использовали слова неприлично по отношению к нашему там ремкевичу и сказали золотые колеса с бриллиантами для патриарха значит это хорошо и нужно а 20 процентов или 25 россиян живет за гранью бедности так прилично ли золотые колеса с бриллиантами для патриарха и золотые часы у вас услышал вопросе далее перескажу что если вам закончилась не приема когда сигнал потерял контакт в данном случае просто радиослушатель вспомнил что он встречался он хотел задать другой вопрос на входе этого эфира у него родился следующий вопрос вот вы сказали о том что патриарха должна быть должны быть золотые колеса бриллиантовые часы и так далее и тому подобное и как это в общем укладывается в ту концепцию что сейчас около 20 процентов россиян живут за чертой бедности не является ли это слишком вызывающим так 19 миллионов по словам президента она знаете оно не сочетаемо совершенно дело в том что основные деньги но то что мы могли бы получать и как вы могли бы обеспечить своих родителей создавать себе благополучный быт основные деньги тонут не в золотых колесах и не в золотых часах это все мелочевка вот смотрите что происходит недавно происходило если не ошибаюсь абхазия где подвале просто не успели сжечь три тонны денег это такие масштабы масштабы хищения масштаба самоуправства и с этим конечно нужно разбираться надо делать стабилизованным способом потому что опять же это россия очень легко запустить репрессивный аппарат но потом это превращается в стабильную организацию и когда заканчивается обычная жертва находятся новые поводы и новые жертвы надо крайне осторожно лучше всего вот наш бессмысленный кровавый русский бунт когда все зарезали его убили потом казнили и на этом кипиш закончился а большие перемещения масс изменения какие-то вот в укладе они при только к беде какой-то приведут миша и фрюк он либерал он зайка он мой кум и меня когда мои друзья патриоты ругают за то что я вот я говорю обессилен прелигиозной линии мы родственники но никак я вот видите как христос это не глядя на золотые колеса вышестоящего начальства любит нас и дает нам возможность преодолевать такие пределы тоже мишка прекрасный человек а как сделать так чтобы мы жили так жирные богаты я не вижу другого способа кроме большой семьи к сожалению единственное стабильно нормальное гарантированное капиталовложение это дети и воспитание но для этого это как президентство для этого надо от всего остального как избавляться посвятить себя детям тогда вот можно гарантировать гарантировать тебе какой-то прожиточный уровень прожиточный житейский непрожиточный правил мы все на деньги переводим это неправильно в тот момент когда мы пошли как из эпохи перешли из эпохи общего такой общественной общественного поиска в эпоху индивидуализма и стали в мире деньгами для нас закрылись многие горизонты мы и ночевая воспринимаем мир мы как мы находим цену тому что бесценно любви дружбе каким-то творческим порывом но вот вы однажды сказали в интервью о том что готовы в старости готовы с бабулями петь псалмы в маленькой кладбищенской церкви и далее же в интервью говорите о том что хотели бы почить опять же сердечным клапаном готов стать в старости с бабушками петь в церкви кладбищенской вы говорите что в старости готовы петь с бабулями в церкви и далее же в интервью вы говорите что хотели бы я бы был сельским пьяницей да что хотели бы стать сельским пьяницей сельский пьяница а так как уже духовный сан мне не позволяет таких вольных пить то с бабулечками я их люблю на самом деле я бы была если у меня были деньги я бы поставил в чистой переулке где находится патриархия памятник памятник набожные бабули ведь всех даже партийных этих начальников тайна бабушки их перекрестили несмотря ни на какую строение на какую обстановку и памятник выглядела бы так сухая злая старушка с такой с вытянутой рукой а за ней такой пузатый большой архиерий очень красивый большой уписанный архиерий и худенькая старушка вот родина мать у нас родина мать они отец чердозем у нас вообще роль женщины сакральная именно поэтому дважды отвратителен гомосексуализм ну что ж спасибо что нашли время я буду молиться что вас не уволили за то что вы со мной связали более того мы надеемся связаться с вами еще раз и продолжить этот разговор аллилуйя так что будем вам звонить и будем приглашать в эфир иван охлобыстин был гостем программы абонент доступен спасибо большое всего доброго и до свидания спасибо